Тут есть ещё очень важное, как произносить слово «sheet». «Sheet». Потому что можно лишь сказать «clean sheet». That would not be very good. «Sheet, sheet, sheet!» A little bit disappointed with the clean sheet. Привет всем! Продолжаем спикать как можем. И то, насколько я не эксперт в английском языке, показал первый выпуск, потому что мы обсуждали слово «whack». И кто бы мне подсказал хоть одна живая душа, что написал я его неправильно, без буквы «h». И получилось, в общем-то, совсем другое слово. Почему я это заметил? Потому что после этого смотрел, точнее пересматривал уже третий раз, документальный фильм BBC с Саймоном Шамой, совершенно потрясающим историком, где он слово это «whack» употребляет. И тут надо, кстати, сказать о том, что у многих людей, которые смотрят, например, мои лекции, бомбит от моего стиля подачи. Они считают, что я как бы быдло и некультурное чмо. Вот посмотрели бы они фильм с Саймоном Шамой. Сколько сленга и сколько таких пограничных слов употребляет, например, он. Но для этого, наверное, надо немножечко интересоваться как британской историей, так и английским языком. И смотреть это дело в оригинале. А смотреть это довольно сложно. Я вот даже и третий раз пересматривал, но все равно в субтитры поглядывал. Ну, суть не в этом. Бывает, на самом деле. Как сказал мой приглашенный эксперт Уильям Хаки Джонс, и у них иногда бывают проколы. Да у всех у нас бывают проколы, я думаю, и у вас тоже. А что касается всевозможных опечаток, ошибок и так далее, у меня даже был когда-то отдельный выпуск, потому что я довольно долго проработал главным редактором и наелся этого сполна. Когда ты вроде все даже сам просмотрел, у тебя было там 2-3 корректуры, а все равно где-то что-то потом вылезает, потому что человеческий глаз замыливается, и ты не видишь иногда совершенно конкретных, очевидных вещей. Ну, а мы продолжаем миксовать футбол, музыку и в этот раз даже будет кино американское на предмет произношения одного очень деликатного слова, но о нем мы поговорим чуть позже. Начнем мы с фразы нападающего команды Уотфорд Троя Динни. Это я даже помню, может быть, это даже встречалось в ваших замечательных журналах до сих пор. Блессинг в дисгайзе. Расскажи про это выражение, насколько вообще оно потребимо. Очень даже. Блессинг в дисгайзе. Ну, это, если смотреть на древнюю историю, то это отсылка к стойческой философии. Да, стойческой философии, да-да-да. Когда они разработали целую систему, как смотреть на то, что происходит, которое мы ежедневно считаем говно с нами, как смотреть на это, как будто бы это не все так плохо. Это непросто. Но если развивать вот это мышцы в голове, то ты можешь понять, что все, что происходит, из этого можно что-то хорошего сделать. Есть такое выражение в русском, все, что не случилось, все лучше. Да, да. И это похожая мысль, только в нем отсутствует действие на твоей стороне, с твоей стороны. А я считаю, что у стойков было чуть более правильно, что на самом деле, что происходит не хорошо, не плохо, просто если тебе вот этого кажется плохо, ты можешь это развернуть и сделать хорошим. Также blessing in disguise, это значит, что что-то плохое случилось, а на самом деле это тебе вот плохо. Blessing же это благословение, то есть скрытое благословение, что ли. Ну, это считается, что если ты наступил в дерьмо, то это к счастью. Ну да. Это такое совсем примитивное употребление blessing in disguise. Ну что ж, мы затронули тему дерьма, ну не того дерьма, что сейчас происходит в мире, а того дерьма, которое нужно правильно произносить. Ну, как я уже сказал, в начале мы коснемся этой темы чуть попозже, а пока мы перейдем к другому участнику нашего спича. Это вратарь команды Борнут Айрон Рамсдейл, который говорит буквально следующее. A little bit disappointed with a clean sheet. Это интервью после матча с командой Брайтон. A little bit disappointed with a clean sheet. A little bit disappointed with a clean sheet. Clean sheet. Это когда вратарь ничего не пропустил. Это у них такое специальное выражение clean sheet. Кроме футбола, это где-то употребляется? Да. Да, да. Если, допустим, ты связан с нехорошими людьми, и менты тебе захватили, они могут тебе предложить, что вот мы смотрим, у тебя там три срока, уже за спиной, и еще там каких-то там чего-то. Мы можем... We can give you a clean sheet, if you tell us who did this. То есть, если ты нам скажешь, кто занимался этим... украл этот колье, украл этот колье, украл этот колье, то we can give you a clean sheet. Мы можем историю твою прочистить так, чтобы тебе новое начало. Это очень буквально. Ну да, чистая страница. Тут ведь еще очень важно, как произносить слово «sheet». «Sheet». Потому что можно ведь сказать «clean sheet». That would not be very good. Но зато, если ты ступишь в clean sheet, у тебя это бласть не дисгажит. Well, yes. A clean sheet, I mean, is clean sheet exist? Это называется оксимород. Чистое дерьмо. Которое тоже существует, кстати. Вот эта китайская хуйня, это чистое дерьмо. Да? Да. Но это уже в нашей, когда-то это чистое, мы говорим слово «чистое». Говорят «а, чистаааа». Но мы бы в этом смысле сказали «complete shit». Complete shit. Или «pure shit». То есть «pure shit» это на самом деле, ну, не плови, это наоборот. Но это может быть и хороший, например, кокаин. Ну да, естественно. Это some pure shit we've got here. Да, pure shit. Как много полезного. Просто, как это применимо в нашей жизни. Ну, это я просто «apparently». «apparently», yeah. Of course. Про то, как не попасть в просаг. Когда я учил французский язык, то нашел на ресурсе BBC совершенно потрясающий курс. «Ma France» называется. Это серия видеоуроков, плюс там какие-то задания, тесты и так далее, и так далее. Но в одном из видео там команда путешествует, съемочная бригада путешествует по разным точкам и беседует с разными людьми. И вот они заезжают в гости к семье. Семья «belong», как это называется, то есть муж англичанин, жена француженка, причем жена, она преподавательница. И вот ведущая спрашивает ее о том, а какое слово в английском языке для нее наиболее сложное. И вот что она говорит. «Уи, sheet of paper. Я не не знаю, что лист бумаги». Произносит она, обратите внимание, как протяжно, так «sheet of paper». Ну и ведущая, такой тролль, явный, говорит, что-что, вы можете повторить? «Répétez правда, по-французски, что оно и не дается по причинам вполне очевидным». Тут возникает вопрос, а как это слово, например, «петь?». Я уж не знаю, для чего вам это надо, будете ли вы когда-нибудь его петь, но оно встречается в масс-культуре, в разных совершенно аспектах. Ну, давайте, например, посмотрим на ярчайший пример с вокально-инструментальным ансамблем «Limp Bizkit». у которого это слово встречается в одной из наиболее известных песен. «I feel like shit» «Я чувствую себя как дерьмо», ну или мы просто бы сказали «Чувствую себя ну то есть херово». «Я рекомендую держаться от меня подальше, соблюдать дистанцию, потому что я сейчас заразный». Это ли не песня про коронавирус? Но обратите внимание, что даже когда он поет, он все-таки не поет «I feel like shit», он поет «I feel like shit», то есть он смыкает губы, он их не размыкает, чтобы не получилось, что он поет «Я чувствую себя как лист». Нет, я чувствую себя как дерьмо. Ну и дальше он продолжает «Мы все чувствуем себя херово», потому что с нами обращаются дерьмо. «Я рекомендую «Я рекомендую как херен» Наконец, фильм 1987 года «Fatal Attraction». Он был переведен у нас как «Роковое влечение» с Майклом Дугласом в главной роли, и там это слово тоже встречается неоднократно. В самом начале главный герой, отец семейства, идет к телефону, обо что-то там спотыкается, он признает слово «щит», его плохо слышно, потому что его накрывает телефонный звонок, но тем не менее. Дальше его жена красится в ванной, что-то там роняет и «Оу, щит». Ну, а потом говорит «щит, щит, щит». «Щит, щит, щит». То есть она сначала сказала это вроде как тоже протяжно, но она не сказала это слово «щит». Она сказала «щит». «Щит». «Оу, щит». Доченька, дети вы знаете, любят повторять все самое прекрасное, говорит сначала «щит, щит, щит». «Щит, щит, щит». А потом во всю Камаринскую «щит, щит, щит». «Щит, щит, щит». Далее главный герой просыпается уже своей любовницей и говорит «щит, I gotta go». То есть обратите внимание, что он опять-таки не говорит, что «I get to go». Он говорит «I gotta go». «Щит». «Что ты делаешь?» «I gotta go». Ну и еще пару моментов буквально про произношение конкретно в этом фильме. Здесь мы уже говорим про американское произношение. Он рассказывает про свое семейное состояние, что у него дочери шесть лет. И как он это произносит? «Six year girl». «Six year». То есть он не говорит «Six years girl». «Got a sexual girl». А потом его новоявленная пассия говорит, что ей просто об этом надо знать. И она тоже не говорит, что «I really want to know». Она говорит это по-другому. «I really want to know». «I really want to know». «I really want to know». Ну это такая типичная американская традиция. Вот эти слова сглатывать, их сглаживать, менять какие-то звуки на им более привычные и понятные «Giverway Now». Самый известный пример из «Red Hot Chili Peppers». Мы потом, может быть, этого коснемся. Ну это как бы все на сегодня. Соответственно, в следующий раз мы поговорим про одно словечко, которое встречается почему-то больше всего у рэперов и попсовиков. Так что те, кто считает, что рэп – это кал, насладятся. Ну а вы оставляйте комментарий вот там. Там же будет указана ссылка на канал Уильяма Хаки Джонса. Увидимся. Пока.